здравствуйте сегодня мы сайт слухи и факты и телекомпания ртв как и обещали вам сентябре продолжаем проект политическая кухня правда теперь она будет выходить не столь регулярно я думаю и немножко в другом формате но тем не менее свое обещание мы сдержали и первый гость на нашей такой обновленной политической кухни председатель областной думы виктор владимир смирнов здравствуйте виктор владимирович простите а человек который последнее время не выходит из новостной ленты а уж слухов про которого столько что даже наш сайт все наверно не вмещает и так виктор владимирович да начнем когда вы стали вице-губернатором какое-то время назад и мы с вами делали интервью для журнала тысячи экземпляров вы сказали тогда что вы человек команды михаила меня вот сейчас вы чьей команды человек я человек команды президента российской федерации владимир владимировича путина с учетом того что я избран в региональный парламент по списку политической партии единая россия которая считает владимир владимировича национальным лидером поэтому в этом смысле я человек команды путина я человек команды председателя всероссийской политической партии единая россия дмитрия анатольевича медведева я государственник юрист по образованию и в этом смысле я конечно человек команды временно исполняющего обязанности губернатора ивановской области полу алексеевича конькова другое дело что если говорить о том интервью которое в июне месяце 2012 года я давал журналу тысячи экземпляров я имел в виду что в местных элитах местной политической элите ивановской конечно я всегда с первых дней работы михаил александровича меня позиционировал себя как человек который поддерживает его устремления по развитию региона по укреплению политической системы региона и по ее модернизации и все проекты в политической сфере которые по инициативе михаила александровича осуществлялись в ивановской области я их был активным участником и где-то соавтором ясно но вот мы сидим в кабинете который совсем не недавно еще занимался сергей александрович пахомов какая-то же яркая фигура на ивановском политическом небосклоне как вы охарактеризовали бы сегодняшнее место сергея пахомова в ивановской политической жизни я буду повторяться потому что на этот вопрос я уже отвечал неоднократно сергей александрович пахомов не просто яркая личность и не заурядный политик на ивановском небосклоне я считаю его товарищем единомышленниками вместе с сергеем александровичем мы участвовали в реализации огромного количества политических проектов в ивановской области и я готов подписаться под каждым словом которое говорил до сих пор что безусловно сергей александрович как политик найдет свое место в политической системе ивановской области российской федерации что касается сегодняшнего его положения сергей александрович депутат ивановской областной думы мой коллега и одновременно секретарь регионального политсовета партии парламентского большинства и в этом смысле конечно человек который безусловно участвует в обсуждении и в принятии ключевых политических решений в ивановской области почему потому что фракции единая россия в ивановской областной думе являются частью региональной организации передовым отрядом я бы сказал региональной партийной организации поэтому безусловно многие решения которые обсуждаются на фракции в ивановской областной думы а затем становятся решениями, принимаемые большинством в Ивановской областной думы, изначально обсуждаются, дебатируются и решения по ним принимаются на заседание регионального полицовета. То есть его вес, вы прогнозируете, останется на том же уровне политического? Я исхожу из того, что сегодня его присутствие на политическом олимпе Ивановской области не сильно изменилось по сравнению с тем, что было до 14 сентября текущего года. Ну, тем не менее, ходят такие слухи, что он присматривается опять к этому кабинету и хочет сюда вернуться. Как вы прокомментируете такой слух? Алексей, я уже однажды на политической кухне я отвечал на вопрос про 200% и готов повторить. Все, что я сказал тогда, все и состоялось. Тогда вы меня спросили, а нет ли ходят слухи, что вы собираетесь с Пахомом поменяться местами? Вопрос был именно так поставлен. Вы перейдете на работу в Думу, Пахомов вернется вице-губернатором. Тогда я засмеялся и ответил вам, нет, 200% нет. Этого и не состоялось. То есть, если бы вы тогда ставили вопрос о том, а не рассматриваете вы для себя хоть какую-то возможность перехода на работе в Думе, я бы, наверное, ответил иначе. Но никакой рокировки, Смирнов меняется местами с Пахомовым, ее не замысливалось. Это, в моем представлении, вариант совершенно нецелесообразный. И он, собственно говоря, никогда не рассматривался, даже вот когда мы оставались там в очень узком кругу людей, обсуждающих. То, что касается желания, либо возможности Сергея Александровича возвратиться на работу председателем Ивановской областной думы. Во-первых, при моем участии разрабатывался тот регламент Ивановской областной думы, который позволяет депутатам принимать решения о председателе думе простым большинством голосов, открытым голосованием. Это достаточно простая процедура. Без всякого согласования с Москвой. И в этом смысле, минутку, и в этом смысле ничто не мешает депутатам в любой момент принять кадровое решение относительно спикера. Но я прошу не забывать, что решение о поддержке партии парламентского большинства «Единая Россия» и моей кандидатуры на должность спикера, оно принималось на конференции регионального отделения тайным голосованием. И в этом смысле я полагаю, что Сергей Александрович Пахомов прекрасно, отдавая себе отчет, какого рода процедуры были использованы, были проведены, были соблюдены для моего избрания председателем Ивановской областной думы, я думаю, он такую возможность для себя не рассматривает. Вот в моем представлении, исходя из того, что мы с ним продолжаем очень тесно общаться и взаимодействовать, именно в силу того, что обсуждали... Рокировки не будет. В моем ощущении никакой рокировки не будет. Ясно. И тогда вернемся к конференции и к назначению председателя. Все... К избранью, я бы хотел... К избранью, хорошо. Да, хорошая поправка. Все были уверены, что председателем новой думы, вот сегодняшней, будет Буров. И когда он сидел на политической кухне, он так ухмылялся, что я видел, что и он сам-то в этом был уверен. Почему вы? Алексей... Я прекрасно представлял себе и представляю сейчас механизм принятия важнейших политических решений. Вы заикнулись о консультациях с Москвой? Да. Ни для кого не секрет. Конечно, любое высшее должностное лицо любого субъекта Российской Федерации при принятии ключевых политических решений о поддержке той или иной кандидатуры, тем более от партии парламентского большинства, конечно, ведет такие консультации. Имея в виду и руководство Генерального Совета... То есть то, что не Буров, это Москва виновата. Нет, сейчас я закончу. И администрация президента. Поэтому заведомо объявлять какие-либо кадровые решения до того, как они состоялись, ну, на мой взгляд, это не очень ответственно, а может быть даже и безответственно. Поэтому никакие кадровые решения до того, как они были приняты, до того, как стало понятно, что именно такое решение будет предложено и товарищам по партии, депутатам Ивановской областной думы, они не оглашались. И додумывать, кто что-то додумал, ну, это, скажем так, дело тех, кто додумывал. Ну, безответственность у журналистов это второе имя. И в связи с этим, да, я тоже спрошу, так, безответственно вас спрошу, что вот говорят, слухи такие ходят, что у вас не складываются как-то рабочие отношения со старожилами областной думы. И новички как-то, типа Романа Ефремова, тоже предъявляют к вам кучу претензий, как к председателю. Ну, во-первых, я, как бы, не могу комментировать слухи там, что я могу рассказывать о том, как выстроена работа в Ивановской областной думе. Ну, есть же какие-то ощущения личные, я не прорегла. Лично, личные ощущения состоят в следующем. Во-первых, я честно признаюсь, что, конечно, в стенах парламента нагрузка значительно меньше, чем в кабинетах исполнительной власти. И в этом плане ощущения приятные. Это правда. Я не могу сказать, что здесь полный релакс и курорт. Нет, конечно, непростые решения приходится принимать, причем каждый день. В непростых дискуссиях приходится участвовать. Но работа в кабинетах власти законодательной, она не менее ответственная, но по своему интеллектуальному напряжению, по своему физическому напряжению легче, чем в кабинетах исполнительной власти. Это мое ощущение. Что касается взаимодействия с коллегами, я опять-таки не хотел бы комментировать какие-то слухи, которые непонятно, кто родил и кому рассказал. Агентство АБР одна баба рассказала, его услугами я никогда не пользовался и сам не выступал информатором для этого агентства. Что касается рабочих процессов, которые протекают в Думе, то журналистское сообщество и все избиратели Ивановской области имеют возможность наблюдать. Дума продолжает согласованно работать, как это было в Думе пятого созыва. Решения, которые Дума обязана принимать, восстановлены законодательством сроки, принимаются. Фракции Единая Россия, на это прошу обратить особое внимание, голосуют консолидировано. У нас не было ни одного решения на Думе, в процессе заседания Думе, текущего шестого созыва принятого, по которому хотя бы кто-то из членов фракции воздержался или проголосовал. Вот это меня как раз абсолютно не удивляет. Поэтому говорить о каких-либо недоразумениях между мной и коллегами, между коллегами и мной, я считаю, нет для этого никаких оснований. Ну ясно, но все-таки основной такой документ, который формирует Дума, это бюджет. И в этом году принимает, да, извините, конечно, принимает бюджет. И на грядущие годы планируется, что бюджет будет непростой, говорят о секвестрах, называют разные проценты о том, что какие-то статьи будут резаться. Вопрос не об этом, вопрос у меня вот какой. Этично ли в этой ситуации поведение многих чиновников, там, председателей избиркома, главы города Иваново, которые вот именно сейчас демонстративно покупают себе дорогущие автомобили, меняя, ну, совсем не старые. Вот ваше личное мнение насчет. Ну вот, что я могу сказать. Я, честно говоря, не могу сказать про автомобиль там в городе Иваново, если, ну, честно говоря, не обладаю информацией. Что касается автомобиля избиркома, да, не очень дешево, то я могу сказать, что, значит, тот автомобиль, который в избиркоме был, я, конечно, приложил руку к тому, чтобы избирком приобрел новый автомобиль. Но я прошу заметить, что пробег у этого автомобиля уже настолько приличный, что даже по нормам бухгалтерским автомобиль подлежит замене, 4 года он выбрал, но за счет того, что каждый год выборы пробег там давно перевалил за 100 тысяч. Во-вторых, те расходы, которые на ремонт стали осуществлять избирком, вернее, не избирком, а автохозяйство правительство стало осуществлять, они уже эксплуатационные расходы повышают, ну, делают неразумными. И поэтому замена автомобиля в избиркоме, да, который там более 1 миллиона стоит, да, автомобиль представительского класса, но в моем представлении это абсолютно нормальная замена, которая происходит не в силу того, что председатель избиркома, как бы, хочет шикануть, устроить пир во время чумы. Тем более, что те средства, которые потрачены на приобретение автомобиля областной избирательной комиссии, это, собственно говоря, те средства, которые областной избирательной комиссии были сэкономлены на процедуре госзакупок и переданы другому пункту. Ясно, в общем, какие бы секвестры нас не ждали, чиновники себя урезать в удобствах не будут. Значит, я исхожу из следующего, что удобство чиновников, о которых вы говорите, это гарантии их деятельности, которые предусмотрены действующим российским законодательством, это разумно. А я почему так говорю, не потому что, хотя сам чиновником не являюсь, я являюсь лицом замещающим госдолженность, но почему. А в руках этих людей миллионы, сотни миллионов и миллиарды рублей. И перевозить их надо в удобных транспортных средствах. Ведь если исходить из того, что мы должны, доверяя общество, доверяя этим людям, решение принципиальных вопросов своего развития, обеспечение деятельности, обеспечение функционирования важнейших социальных учреждений, при этом самих их поставят в условие, что они, что называется, опущены ниже плинтуса, то, поверьте, никакой квалифицированный специалист на эту работу просто не придет. Ясно. Ну еще о деньгах. Вы проводили, вы в том числе проводили презентацию Ивановской области в Москве в торгово-промышленной палате. И говорят, что в кулуарах этого заседания вы как-то выступили с недоуменно противником выделения денег на строящийся комбинат Ифрегион Синтез. С чем была связана такая позиция? Я удивляюсь. У нас везде своя бабка, которая что-то рассказывает. Нет, опять-таки, там, конечно, я выступил не противником, я за рамками презентации, которая состоялась. Клор, я сказал. Да, за рамками презентации, обсуждая с коллегами, я задал ряд вопросов, публичных задал, безусловно. Более того, я хочу сказать, что эти же самые вопросы я обсуждал и с временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области Павла Алексеевича Конькова. После возвращения из Москвы, когда он спрашивал мое впечатление, тем более, что у меня было почетное поручение президента торгово-промышленной палаты передать символ нашего сотрудничества Меркурия Павла Алексеевича, что я с удовольствием сделал. Так вот, даже обсуждая с ним, я тоже эти вопросы поставил. Смотрите, о чем идет речь. Какие вопросы задавались во время презентации, я подчеркну, во время презентации. Значит, мы декларируем намерение о реализации на территории Ивановской области крупного инвестиционного проекта. Значит, этот проект требует значительных инвестиций и государственных гарантий под эти инвестиции. Немного, немало, 10 миллиардов рублей. Значит, естественно, я как представитель депутатского корпуса в первую очередь интересуюсь, что этот проект даст для экономики Ивановской области. Хотелось бы узнать, сколько создаст рабочих мест. Вот изначально заявлялось о том, что проект создаст более тысячи рабочих мест. Во время презентации прозвучала цифра 500. В два раза меньше. Но одно дело, когда на создание одного рабочего места инвестиции приходится 10 миллионов рублей. И это, собственно говоря, вот такая среднестатистическая цифра. Другое дело, когда на создание одного рабочего места тратится 20 миллионов рублей. То есть, извините, это в два раза больше, чем создание среднестатистического рабочего места. И естественно, что возникает вопрос, а насколько оправданы такие расходы? То есть, когда проект будет окупаться для инвесторов. То есть, мы же ведь не даем деньги из бюджета, мы же привлекаем инвестора. Поэтому во время презентации в ТПП представитель инвестор-сообщества встал и прямо спросил. Простите, а вы что предлагаете инвестору? Вот что конкретно вы предлагаете инвестору? Инвестор же вкладывает деньги не ради того, чтобы была коробка, и там ходили люди, которые производят какую-то продукцию. Инвестор-то вкладывает для того, чтобы эти инвестиции окупились и получать с этого прибыль. Ответов на этих вопросов не прозвучало. Следующий момент, который в связи с этим и по этому поводу я тоже высказывался. Значит, мы заявляем об организации современного химического производства. Синтетического лакомства, органического синтеза, сложное производство. Естественно, встает вопрос. Производство будет рентабельным или не будет рентабельным? В этой связи мы, конечно, должны ответить на вопрос. Откуда сырье? На каком сырье работает? Ну, мы обсуждали эту тему в журнале уже и на самом деле. Да, поэтому как бы... Там все ответы даны на самом деле. Нет, вы понимаете как? Еще раз говорю, ответ был дан во время презентации Василия Евгеньевича Мгучиным следующим образом. Терефталиевую кислоту мы будем покупать по импорту. Ну, мы и хлопок покупали по импорту и покупаем. Извините, хлопок мы покупаем в силу того, что так исторически сложилось. В силу этого. А завод мы собираемся строить. И завод по производству кислоты тоже будет построен, я так понимаю. Когда и где. Хорошо, но это уже другие вопросы, а не к Думе. И поэтому... Просто предыдущая Дума начала уже выделять деньги на этот проект. Ваша Дума, она продолжит это? Значит, деньги выделяет правительство Ивановской области. Согласовал деньги. Мы рассматриваем эти проекты через призму тех положений, которые правительство озвучило, вернее, которые были озвучены на заседании правительства при обсуждении проекта бюджета на 2014, 2015, 2016 годы. И временно исполняющий обязанности губернатора Ивановского Василия Павла Алексеевича Коньков сам отметил, что мы в первую очередь должны позаботиться о том, чтобы те расходы, которые осуществляем, были расходами эффективными. Поэтому мы, естественно, готовы одобрить расходы на развитие экономики Ивановской области, в том числе и на инвестиционные проекты, при условии, не безоглядно, а при условии, что правительство предоставит весомые аргументы, гарантирующие эффективность вложения этих средств. Так, как это было при решении вопроса по выдаче государственных гарантий Кронексу. Продолжение следует...